МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Персональный акцент. 29 июня партия социалистов Республики Молдова отметила свое 20-летие. По этому поводу в Молдавской столице проходят торжественные собрания, посвященные этой дате. Гостями партии социалистов стали десятки иностранных делегаций, в том числе и представители партии политических партнеров. Сегодня у нас в студии председатель Республиканской партии Труда и Справедливости Республики Беларусь Василий Заднепряный. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами уже встречались в этой студии, говорили о том, как много связывает наши страны в прошлом, в настоящем, я надеюсь, в будущем будет связывать. Но сегодня тема Беларуси звучит, будем говорить, несколько особенно. В апреле в Бишкеке прошло заседание ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии, на котором побывал наш президент. И именно на этом заседании Молдова получила статус наблюдателя. Там прошла встреча двух президентов, Молдовы и Беларуси. И для молдавского президента она оказалась достаточно значительной, потому что, в общем-то, наверное, хочу надеяться и для белорусского президента. Я когда знакомился с тем, что писали мои коллеги по итогам этих встреч, того, что происходило в Бишкеке, много читал интервью вашего белорусского лидера, отметил такую вещь в одном интервью, он заметил, что, ну, наверное, давно нам надо было встретиться и поговорить о дальнейших шагах по укреплению отношений Беларуси и Молдовы. И должен честно сказать, это я цитирую Александра Лукашенко, что мы сделаем все для того, чтобы не разорвать наши связи с вашей прекрасной страной. Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которую мы в Беларуси придерживаемся. Хочу сказать, что в целом ряде телеэфиров в интервью молдавский президент Игорь Дадон говорил о том, что находится под впечатлением после встречи с Лукашенко, и ему очень импонирует Александр Лукашенко. И даже поделился он в одном из телеэфиров тем, что белорусский президент дал ему совет, совет такого характера. Мы очень хорошо пообщались в Бишкеке, заявил Игорь Николаевич Дадон, Александр Лукашенко сказал, «Игорь, я сталкивался с теми же проблемами, с которыми ты сейчас сталкиваешься. Сделай президентскую республику, и ты сможешь решить все проблемы внутри страны». Сегодня Молдова, парламентская республика, у нас президент с довольно ограниченными полномочиями. Полномочия эти ограничили ему буквально перед вступлением в должность главы государства. Сказать, что мы были абсолютно президентской стороной, тоже нельзя. Тем не менее, смотрите, как купировали возможности главы государства. Вы представляете страну, которая... Институт президентской власти довольно мощный, такой мощный институт. И есть, я так понимаю, много положительных примеров реализации воли главы государства в направлениях, связанных с развитием экономики, социальной жизни, внешней политики. Вот ваш взгляд на сегодняшнюю ситуацию Молдовы, что бы хотелось посоветовать вам в качестве нашего гостя. А мы готовы прислушиваться к советам гостей, потому что, знаете, как говорится, многое видится на расстоянии. И когда часто проглядываешь буквально перед глазами события, какие там моменты, которые тебе подсказывают, как идти, куда идти, в каком направлении дальше, то со стороны это виднее. То есть не просто штамп, это действительно так. Ну вот ваше видение, что сегодня, на ваш взгляд, происходит в Молдове, и как бы хотелось бы, чтобы развивались наши с вами молдо-белорусские отношения? Ну, во-первых, я очень рад тому, что у вас было принято решение избирать президента прямыми выборами. Это исключает возможность закулисных игр, а именно выяснить волю народа и таким образом получить мандат от народа на какие-то действия. Но, к сожалению, полномочия президента у вас настолько ограничены, что в итоге это приходит сейчас к серьезному пониманию того, что каким-то образом надо менять, с какой целью, для того, чтобы лучше сделать страну и лучше жизнь для народа. Потому что в любом случае избранники, то ли парламент, то ли президент, это люди, нанятые народом для воплощения воли народа. А когда идет раздрай, хищение, и в итоге народ от этого страдает, ну, это рано или поздно кончится. Важно понимать, что надо сделать для того, чтобы это не кончилось трагедией. Мне кажется, у вас этот процесс пошел. Да, это, наверное, предполагаемо, что он будет идти трудно. Но пример того, как, допустим, у нас, как в Сингапуре, как в других серьезных странах, где воля народа и цели были сосредоточены в узком направлении, многие вопросы, по крайней мере, социально направленности были решены. Сохранена экономика. Есть не какой-то корпоративный интерес или интерес какого-то персонажа, а интерес, прежде всего, народа в том, чтобы развивалась экономика, ибо экономика – это основа всего. Мы знаем еще по классикам марсизма и ленизма, и классики экономики по развитию капитализма не отрицают того, что экономика – это фундамент, а политическая настройка, она потому и называется надстройкой, что она существует на базе хорошего фундамента. И если у вас будет дальнейшая тенденция к тому, чтобы у президента, избранного всем народом, будет больше полномочий, а парламент будет выполнять функцию законодательства, законодательной инициативы, законодательных актов разработки их и приема, ну и какими-то функциями для того, чтобы нивелировать, допустим, определенные потенциальные возможности президента, если у него будут серьезные полномочия, то это, мне кажется, серьезно позволит продвинуться Молдавии в том плане, чтобы взять все то лучшее, что есть на Западе, на Востоке, наши традиции, наши связи, и в экономическом плане сделать серьезный шаг для того, чтобы жизненный уровень населения поднялся в разы. В противном случае народ этого не стерпит долго, но, как говорят, дожимать можно все до определенного уровня, а потом, когда резьба сорвалась, никому хорошо от этого не будет. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы те люди, которые противостоят увеличению полномочий президента, осознали это, нашли какой-то компромисс и в мирном порядке привели изменения законодательства, прежде всего, в том плане, чтобы был баланс власти, была возможность продвигать серьезные экономические и социальные программы. И тогда действительно те рекомендации, которые давал Александр Григорьевич и Игорь Николаевич, в вашей интерпретации, потому что в каждой стране есть свои особенности, у каждого народа есть свой менталитет. Это надо очень чутко понимать, учитывать все эти особенности. И обладая такими природными богатствами, как солнце, земля, трудолюбивый народ, в моем понимании Молдова должна быть одной из самых процветающих стран в нашей Восточной Европе. Это и в понимании каждого живущего здесь человека. Но, тем не менее, мы наблюдаем следующий полный развал экономики и отсутствие рабочих мест, отсутствие возможности экспортировать то, чем богата молдавская земля. Сегодня, будем говорить, маятник качнулся в сторону традиционных рынков молдавских товаров, в сторону Российской Федерации, в сторону страны Евро-С. Но в этой ситуации пока еще результат только прогнозируемый. То есть его еще нет в том натуральном виде. Сковывают, скорее всего, наверняка еще нерешенные вопросы, связанные с тем, что у нас подписана экономическая, политическая часть ассоциации с Европейским Союзом, что, в общем-то, и вызвало тогда негативную реакцию со стороны Российской Федерации, тогда, когда рынок захлопнулся для молдавских товаров. Сегодня, благодаря усилиям главы государства, ситуация меняется. Я еще раз напомню, мы стали членом, то есть стали наблюдателями Евразийской экономической комиссии. Беларусь полноправный член. На ваш взгляд, перспективы участия в таком, будем говорить, с одной стороны, представительном экономическом сообществе, а с другой стороны, еще это достаточно молодом. Вот перспективы участия, перспективы как экономического, как и политического партнера, на ваш взгляд, насколько они, с одной стороны, могли быть увязаны с тем, что ведь у нас достаточно сильные настроения, связанные с определенными надеждами наших сограждан на помощь Европы. С другой стороны, мы понимаем, что экономика у нас напрямую завязана с Востоком, там наши рынки. Европа не готова потреблять молдавские овощи, молдавское вино в том количестве, которое мы готовы производить. И поэтому сегодня мы стоим перед очередным выбором. Запад, Восток или может все-таки сохранить себя в качестве моста между Западом и Востоком? Если бы вы обратили внимание, в первой части своего интервью я сказал, наиболее грамотно будет, если вы сумеете взять все то лучшее, что есть в Европе, вернуться в традиционные наши рынки. И показатель, наверное, такой момент, что не случайно такие страны, как Вьетнам, стали ассоциированными членами Евразес, с Индией ведутся переговоры, Китай, очень положительно, Пакистан, Иран. Ну, это довольно крупные, серьезные экономики. Если они видят в этом перспективу, то нам сам Бог велел пользоваться теми связями, которые у нас сложились десятилетиями, когда мы понимали друг друга. У нас не было понимания, что такое белорус, молдаванин, россиянин. Мы жили вместе, как в Европе. Там национальности уходят на второй и третий план. Давайте те положительные моменты, которые есть, от ассоциации с Европейским Союзом пользоваться, но понимать, что мы корнями отсюда, из этого пространства. Экономические связи у нас здесь. Если я, допустим, могу сказать, за первый квартал товарооборот между Белоруссией и Молдовой возрос на 10%. С Россией экспорт плодовочной продукции по сравнению с прошлым годом возрос на 40%. Я понимаю, когда он уменьшился до определенного минимума, 40% – это не такая уж большая цифра, но это показатель, это тенденция. Если вы задали вопрос, как определиться, куда идти, жизнь сама подсказывает. Знаете, жизнь так здорово устроена, что если слышать те подсказки, которые у нас есть, слушать людей, своих граждан, избирателей, а не зацикливаться на какой-то собственной презентабельности или каких-то очень больших умопознаниях, то тогда все будет гармонично в этом мире. И я думаю, успехи Молдавии, о которых мы с вами говорили, реальны, вполне реальны. Потому что кризисы приходят и уходят, а мы остаемся и на этой земле, и нам надо не надеяться на помощь Европы. Пускай она будет, но если Молдавия будет сильной, экономическая страна, она помощь тем более придет, потому что Европа будет вдвойне заинтересована в том, чтобы Молдавия оставалась в сфере влияния Евросоюза. И в то же время понимать надо, что наша опора, наша победа в экономическом развитии в грамотном сочетании Востока и Запада, и развивать те рынки, которые есть, и поднимать те предприятия, те пространства, производства, которые были, создавать совместные предприятия. Я знаю, что сейчас накануне визита президента Додона Игоря Николаевича в Минск... 3 июля, насколько я помню, планируют... Нет, он 12-го прилетает, 14-го возвращается, 3 дня будет. Идет речь о создании ряда совместных предприятий на территории Белоруссии, на территории Молдовы. То есть это реальное воплощение экономических связей. Совместное предприятие, оно не позволит учитывать интересы какой-то третьей, четвертой стороны чрезмерно. А оно наиболее эффективно будет задействовано в развитии двух экономик. Это значит рабочие места, это значит зарплаты. Если, допустим, совместное предприятие, значит, на каких-то выгодных условиях там и Белоруссия может получать товар, и Молдова. А в данном случае, когда Белоруссия является членом евразийского экономического сообщества, мало того, она очередитель этого сообщества, значит, товары, которые произведены, они могут беспошлино продаваться. Значит, у вас оборот, бюджет увеличится, и пенсии, и зарплаты. Это то, о чем люди давно мечтают. Ну, если ненадолго вернуться снова к тому, о чем мы говорили в начале нашей встречи, о том, какой выбор сегодня политики предлагают избирателям. Сегодня Молдова снова в поиске изменений или возможностей изменения избирательной системы. Для парламентских выборов предлагается несколько вариантов, в том числе и смешанная избирательная система, как альтернатива радикальным позициям политических актеров, когда избиратели выбирают и голосуют и за те партии, которые он видит в качестве такого определенного мотора социально-политической жизни, и голосуют за региональных лидеров одномодатного округа. В Беларуси сложилась своя избирательная система. Вы правильно отметили, очень важно, чтобы политики опирались и на менталитет своего избирателя, на то, как складывался образ мысли, образ жизни граждан страны. И тем не менее, все равно нам крайне интересен опыт практически всех, тех, как складывалась именно эта избирательная система. Насколько я знаком, очень много еще сохранилось в советских времен, когда трудовые коллективы предлагают, выдвигают, точнее, своих кандидатов на посты или в участие в политической жизни, имеется в виду в парламент. Но сегодня это достаточно уникальная система, может потому что, например, для Молдовы точно, может потому что у нас не так много действующих предприятий, как это сегодня происходит в Беларуси. Вы молодцы, вы сумели сохранить свой производственный экономический потенциал за вот эти 25 лет независимости, в отличие от Молдовы. И тем не менее, насколько эта избирательная система ваша доказала свою эффективность? Ну, я могу сказать о том, что ваши сведения устарели, мы уже отошли от этого. Сейчас у нас готовится реформирование избирательной системы. У нас сейчас в основном кандидаты выдвигаются по сбору подписей и по партийным предложениям. То есть партии, зарегистрированные в стране, имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей, без трудовых коррективов, и тогда их поддерживают. По поводу смешанной системы, ну, возьмите пример стран бывшего постсоветского пространства. Украина – выборы по партийным спискам. Россия – выборы по партийным спискам. Все доказала не жизнеспособность этих предприятий. Законодательство переработали, перешли на смешанную систему. Если, допустим, на Западе работает эта система, там демократия развивалась по другой системе, и она развивалась много десятилетий. Она имеет богатый опыт. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас свой менталитет, свои люди. И для того, чтобы сохранить и экономику, и ту социальную стабильность, которая есть, нельзя бросаться в омут, сломя голову. Потому что только поступательное эволюционное движение позволяет идти, сохраняя стабильность. Но, опять же, возвращаемся к тому, что надо слушать и народ, и надо слушать избирателей. И у нас сейчас готовится изменение в законодательную систему. Окончательный вариант его еще никто не знает, но, предположительно, будут выборы по смешанной системе. То есть 50% будет выбрано по партийным спискам и 50% по одномандатным округам. То есть проанализирован опыт постсоветского пространства, избирательных систем в развитых демократических странах. И нашли на данном этапе вот такой вот компромиссный вариант, какой окончательный не будет, пока еще я не знаю, да и никто, наверное, не знает. Будет много совещаний, очень много обсуждается, учитывается мнение. Но, не торопясь, мы быстрее перейдем к конечному пункту. Потому что, если очень торопиться, может нехорошо получиться. Ну, это верно. Ну, я знаю, что вариант, который был предложен главой государства, он получил название компромиссный вариант для сохранения партийных структур, партийной жизни в Республике Молдовы. Но и в то же время выдает возможность, открывает возможность для рождения и реализации амбиции региональных лидеров, которые готовы, так сказать, быть избранными и ответственны перед своим избирателем в конкретном избирательном округе. Эта идея импонирует на местах, потому что по нашему журналистскому опросу много было высказано мнение относительно того, что граждане хотели бы, так сказать, выбрать подотчетное себе лицо. То есть, того представителя, делегировать представителя в парламент, видеть его и встречаться напрямую, в общем-то, делиться с ним своими проблемами для того, чтобы они находили свое решение. На одной из встреч с журналистами как раз прозвучала тема изменения избирательной системы и был приведен пример Германии, которая, как было сказано, уже получила такой тезис идеальной избирательной системы. То есть, там смешанная избирательная система, люди голосуют за своих, так сказать, тех, кого они знают, допустим, он мой сосед, или он мой сотрудник, или он мой коллега по работе. И также голосуют за партии, потому что видят, что партия – это как раз тот мотор изменений в политической и социальной жизни. И то, как раз партия и диктует внешнеполитическую повестку жизни страны, за что и голосуют избиратели. И есть такое понимание, что, конечно, смешанная избирательная система и для нашей страны – это те двери в мир новых возможностей, которые смогут изменить сложившуюся сегодня политическую, экономическую и социальную нелегкую ситуацию. И в то же время дать возможность не просто ее изменить, а изменить в лучшую сторону, развить то лучшее, что сегодня еще сохранилось в Молдове. Но если уже вернуться к нашей теме, вы сегодня, то есть вы находитесь в Кишиневе с целью участвовать в торжественном собрании, которое посвящено 20-летию партии социалистов. У вас уже прошла встреча с президентом страны, бывшим лидером ПСРМ. Вы знаете, что накануне получения мандата было парламентом решено, что глава государства должен быть внепартийным лидером. Сегодня лидер партии социалистов Зинаида Петровна Гречаны. Вот ваши впечатления. И я так понимаю, насколько я знаю, вы пересекались в своем жизненном пути и Зинаи Петровны. Вам знаком Игорь Николаевич. Ваши впечатления от этой команды партии социалистов Республики Молдова? Ну, во-первых, люди настолько одержимы проблемами, которые возникли в Молдове. Люди настолько самоотданно отдаются этому мероприятию. Я сегодня задал Игорю Николаевичу такой вопрос. Я говорю, по последним сведениям, вы столько ездите и по стране, и за пределами, что, наверное, вы уже можете не являться резидентом Республики Молдова, потому что менее 180 дней находится. Ну, это шутка, конечно. Он говорит... Посмотрите, оппоненты вдруг ухватятся и начинают там юристов подключать. Нет, нет, нет. Он сказал о том, что большая часть поездок по Республике Молдова, так что за рубежом он находится крайне ограниченное время. А если не ездить, если не общаться с народом, то представлять его интересы уже проблематично. И здесь можно вернуться к той системе избирательной, которая, вы говорили, предложена посмешанной. И когда голосуют за региональных лидеров. У нас, к сожалению, иногда бывают перекосы, когда руководители, находясь в столицах, думают, что они знают и видят, что творится в регионах. А основная масса ведь живет в регионах. Они там лучше знают жизнь. И вот почему, когда будет там тот представитель, человек, который знает все от забора соседки, допустим, до проблем соседа и проблем региона, инфраструктуры, он будет отстаивать не какие-то фемические корпоративные интересы, а именно интересы тех жителей, которых он представляет в этом парламенте. Это мудрый подход. И когда Зинаида Петровна и Игорь Николаевич, насколько мне известно, сколько клеветы, сколько грязи, столько компромата, столько войны, они идут, идут, идут и понимают, что они обречены на то, чтобы не совершить ошибку. Потому что, как вы сказали, оппоненты тут же ухватятся. И в то же время нельзя останавливаться, ибо путь преодолеет только идущий. Слава Богу, что народ Молдовы доверяет им, поддерживает. И поверьте, насколько мне известно, какое серьезное представительство будет на торжественном собрании посвященном 20-летию. Я вам скажу, наши партийные блогеры удивляются тому, сколько интереса появляется в обсуждениях тех, кто подписан на тот или другой блог по поводу приезда Игоря Николаевича в Республике Беларусь. Казалось бы, далекая Молдова, тут своих проблем расхлебать бы. Нет. Да несопоставимые страны. Беларусь территориально больше, население. Потому что человек взял на себя эту инициативу, взвалил на себя эту ношу. И вместе с Зинаидой Петровной, потому что без поддержки соцпартии ему не справиться. А вместе с поддержкой единомышленников и тех людей, которые за пределами Молдовы болеют и готовы подставить плечо и сделать максимум. Я думаю, результат неизбежно будет положительный. Очень много, Игорь Николаевич, говорится о том, что в большинстве своем проблемы Молдовы, экономические проблемы Молдовы, связаны с подписанным в 2014 году документом 800-страничном об ассоциации с Европейским Союзом. Когда мы взяли на себя массовые обязательства, при этом практически не думая, что отказываемся не просто какой-то родовой поповины, а отказываемся даже от перспектив развития экономики. Мы вошли в тот клуб, будем говорить, богатых стран, не имея даже основания присутствовать при хоть каком-то представительском фуршете. Мы ничем не можем конкурировать на полках европейских супермаркетов. Точнее, я неправильно сказал, есть чем конкурировать, но мы не в состоянии конкурировать. У нас нет того ресурса для продвижения продукции на европейские рынки. И противостоят нам достаточно мощные трансатлетические корпорации, которые этот рынок освоили глубоко, освоили его и рекламным образом, и маркетинговыми технологиями. И сталкиваться сегодня играть в эти игры молодому молдавскому бизнесу достаточно сложно. Да, есть предприятия, которые экспортируют в Европу сегодня вино, но говорится о каких-то там десятках тысяч бутылок. В то время, когда в моей журналистской практике было интервью, я разговаривал с одним из владельцев винодельского предприятия, который называл цифру в 15 миллионов бутылок в год. Только его за предприятие отправлял в Россию. Сегодня миллионы – это уже цифры забытые для виноделов. И это, в общем-то, говорит о девальвации, о экономике. Это говорит о том, что экономика сегодня находится, ну, знаете, в такой... Хотелось бы сказать, что в нижней точке уже все, достигли дна. Больше не хотим. Мы хотим подъема. Мы понимаем, что на экономике завязано наше будущее. Возможности поддержать пенсионеров, возможности развивать школы, помогать молодым специалистам, помогать молодым людям найти правильный свой путь в жизни, сориентироваться. Это все на экономике. Ведь вы говорили о том, что экономика определяет политику сегодня. И вот Игорь Николаевич довольно часто говорит о том, что сегодня нужно развернуть экономику на восток. Вернуть ее на те рынки, где нас ждут, знают, готовы принимать. И где нам несложно конкурировать еще и по причине не только узнаваемости, о причине того, что, ну, например, я понимаю, что Россия огромная страна, и для каждого бизнесмена это непочатый край работы. Ведь если ты не можешь пробиться, допустим, в Московской области, тебя с удовольствием ждут в Салихарде, где купят чуть ли не оптом все, что ты еще не успел собрать в своих грядках. Поэтому сегодня, конечно, этот разворот ожидаем. И даже вот в интернет-сфере была такая, знаете, не то чтобы перепалка, шуточного характера такая перестрелка мнениями между почетным председателем демократической партии Дмитрием Дьяковым, который вам, наверное, тоже знаком, и нашим президентом. Дмитрий Дьяков опубликовал в Фейсбуке, ну, так сказать, фотографию богатого урожая, так сказать, сада, и говорит, вот, готовимся к экспорту. На вопрос президента, куда, в Россию? То есть вопрос, ответ понятен, очевиден, куда. Ведь сколько было сделано для того, чтобы этого не было? Сегодня есть такая дорога, и по этой дороге хочется идти, еще причине того, что это дорога, ну, знаете, как дорога жизни, если уже проводить параллели какие-то для молдавского бизнеса, для молдавской экономики. Вот как устоять в том, что успел, ну, конечно, не хотелось бы потерять тех возможностей, которые мы получили, благодаря открытым европейским, так сказать, дверям, и вернуть то, что, ну, практически чуть не потеряли? Знаете, сразу напрашивается хорошая поговорка, когда посписывали ассоциацию, хотели как лучшее, получилось как всегда, но нельзя теперь рубить и ломать, потому что можно опять сделать при желании как лучшее, как всегда. То есть надо шаг за шагом получать все эти возможности, которые дает ассоциация. Это, прежде всего, доступ к технологиям, инвестиции, защитить свой рынок. Если настойчиво, мне кажется, подойти, то изменить условия этой ассоциации. То есть, во-первых, воспользоваться возможностями, которые есть, а во-вторых, оградить себя, если заградить неупошленными или какими-то другими мерами экспансию Европы, потому что, понятно, у них цель одна – закрыть все предприятия здесь, доминировать, сделать окраину, рабочую силу, лучше, чем им принимать эмигрантов, растить своих рабочих. Понимаете, каждого, допустим, инженера вырастет, это стоит огромных денег. А здесь ты берешь готового инженера и платишь ему почти в два раза меньше, чем европейцу. Клондайк, об этом только мечтать не надо. Это обычный колониализм, но завуалированная форма. И Европа живет хорошо, потому что она умеет считать, умеет это делать хорошо. Пропагандистские машины у них работают отменно. Они это преподадут под таким соусом, что захочется еще раз подписать ассоциацию, но правильно, что пришло время и пришло понимание того, что надо работать, работать там, где ты вырос, где ты сгодился. И если, допустим, экономика будет потихоньку завязываться на Еврозес, то, поверьте, Молдова от этого выиграет и выиграет очень серьезно. Потому что пока статус наблюдателя, когда стал членом, ты не пошлину не платишь ничего, значит, продукция ваша будет не просто конкурентоспособна, она за счет ваших природных условий, за счет того, что руки у людей, которые выращивают эту продукцию, она по вкусовым качествам рядом не стояла с теми конкурентами, которые выращивают это все в Европе или в северных частях, где нет таких природных условий. И там на специальных химических домовках, и все это и красиво, и внешне привлекательно, а вкусовые качества, энергетические моменты там далеко не сопоставимы. И пока еще существует этот рынок, надо вернуться, и насколько можно занять свое достойное место и, конечно, привносить что-то свое в развитие этого Евразийского экономического сообщества, союза вернее, и стремиться к тому, чтобы быть полноценным членом его и продвигать дальше своих граждан, свое ноу-хоу, пользоваться тем, что вы можете брать технологии, если, допустим, в России из-за санкций они закрыты, в Беларуси, и Беларусь очень длительное время была под санкцией и тоже не могла себе позволить это. У вас это есть, но сделали ошибку, но сделайте так, чтобы из ошибки сделать выгодное положение для Молдовы и получить свои дивиденды. Европа никуда не денется, потому что сейчас с эмигрантами у них будет серьезная проблема, они столкнулись с теми правонарушениями, которые есть, с теми различиями. Вы говорите о миграции с северо-африканских стран. Да, да. И, конечно, им нужны гастарбайтеры из Молдовы, из Украины, из других регионов, но вам надо диктовать свои условия, вам надо прежде всего поднимать свою экономику, свой менталитет. Надо гордиться тем, что Молдова – это моя родина, это солнечный край, это золотая земля, это золотые люди. И когда в умах это все повернется, прежде всего, начиная все со слова, начиналось понимание. И если будет гордость, конечно, будут и стремления к тому, чтобы поднять экономику, и остальное все соответствовало этой гордости. Если говорить о гордости, вот хочу привести пример. Буквально недавно из Москвы вернулась одна из наших коллег и говорила о том, что видела небольшую очередь людей за яблоками. Яблоки из Молдовы. Купила, попробовала и, конечно, я смеялась. Говорит, это не молдавские яблоки. То есть, пользуясь трендом, брендом, точнее, Молдова, москвичам это знакомо, хочется купить. Но на самом деле продавались не молдавские яблоки. Видимо, потому что если вы написали там «Тунис, Турция» или еще что-то, очередь не выстроилась. Основной поставщик Польша. Хотя заблокировано, они под правдами, неправдами. Потому что для примера, смотрите, за 2016 год в Белоруссию поставлено 550 тысяч тонн польских яблок. Но Белоруссия не съест только, это понятно. А из Молдовы поставлено 40 тысяч. Ну, разница настолько очевидна. И, конечно, для того, чтобы проникнуть на рынок России и другие рынки Евросийского экономического союза, люди стремятся идти на какие-то нарушения. Я вам в пример приведу такую ситуацию. Вот буквально была две недели тому, приехала машина с Молдовы и продавали черешню. Рядом в гипермаркете продавалась черешня процентов, по-моему, на 15 дешевле. За Молдавская стояла очередь, а в гипермаркете, как она была, так и есть. То есть там была не Молдавская. Ну, это гордости наших сельхозпроизводителей, нашим аграриям, к слову, так сказать. Ну, такая тема еще. Вот вы произнесли слово пропаганда, я зацеплюсь. У нас в Молдове сегодня активно муссируется тема, требования, особенно со стороны различных НПО, журналистского сообщества, так сказать, в кавычках экспертов, которые требуют пресечь, ну, знаете, пророссийскую пропаганду, закрыть российские телеканалы, их вещания на территории Молдовы. Ну, у нас, мы знаем, закрыто невозможное вещание России-24. Вот, на ваш взгляд, вот эти запреты информационного характера, насколько вы, ну, насколько они оправданы с точки зрения защиты, мы будем говорить, своего информационного пространства, с одной стороны, и насколько они, ну, в данном случае, выглядят дружественно по отношению к той же России? Ну, это проявление слабости. Вы знаете, в Советском Союзе голос Америки, все, что можно, рубили, гасили, глушили, глушили, но в итоге Советский Союз развалился. Потому что, если у человека есть возможность сопоставить, вот, и практическими делами своей пропаганды донеси людям, чтобы они слышали, знали, тогда это будет убедительно. А если что-то запрещают, ну, запретный плод, он очень сладок, и к нему тянет в два раза больше, чем к разрешенному. Ну, отчасти вы правы, потому что я вижу, как сильно у нас развита спутниковая телевидение, практически в каждом отдельно стоящем доме, но даже если это не коттедж и не вилла, все равно есть сила доступности, небольшой стоимости, можно себе купить 100-150 долларов, спутниковая тарелка с тюнерами, можно смотреть весь мир, вот, так сказать, и не только Россия 24, совершенно самые разные телеканалы, делать свои выводы. Сегодня, мне кажется, потребители информации, наши зрители, читатели, пользователи интернета, они достаточно подкованные люди в этом отношении. Во всяком случае, большинство из них стремится выработать свое мнение, и нам, журналистам, бывает часто полезно прислушиваться к тому, о чем говорят люди на улицах, и довольно радостно, когда ты чувствуешь, что то, что говорим мы в своих эфирах, таким резонансом отзывается в мнениях наших зрителей. Тогда понимаешь, что мы правильно действуем, правильно живем, правильно мыслим, правильно выбираем или находим те нужные новости, нужную информацию для наших зрителей. Вот, но я думаю, что, вот мне так кажется, что вот эти запреты, это такой первый шаг. Ведь пропаганду ту или иную, не будем говорить про российскую, можно усмотреть во многом. И в нашей с вами встрече можно говорить о какой-то про белорусской пропаганде, понимаете, в любом эфире можно углядеть продвижение той или иной идеи. И вот эти шаги, мне кажется, как раз и есть тот самый, ну знаете, момент, когда не хотелось бы, то есть тот момент, когда практически идет оккупирование и максимальное ограничение реализации профессиональной потребности журналиста узнавать и доносить до зрителям как можно больше информации, причем с самыми разными точками зрения. Ну, насколько я знаю, в Беларуси нет таких обвинчительных мер в отношении, не буду говорить там российских, любых. Любые каналы полностью, все, которые имеют лицензии, свободно работают, ни одного канала не закрыли. А у вас, почему такой вопрос возник? Потому что появился Игорь Николаевич, появилась любовь народа, появилась надежда народа на то, что есть какой-то свет в конце тоннеля и мы можем выйти. Вот, значит, те, которые делали противоположное, обречены на то, чтобы потерять те возможности, те доходы, ну, скажем, те действия, которые привели к этому страну. Не хочется терять, пускай даже неправильно не хочется. Вот потому, отчасти напоминает агонию. Да, это действительно так. Ну, под занавес программы хотелось бы помечтать о том, как будут развиваться наши отношения, наши с вами стран. То есть, у нас с вами достаточно большой исторический период общей жизни и в едином государстве советском, и до него. У нас есть диаспора белорусов Молдовы. Насколько я знаю, а вот во время грядущего визита в Минск наверняка Игорь Николаевич проведет встречу с молдавской диаспорой. Это такая уже устоявшаяся модель общения. Обещал встречаться со всеми гражданами нашей страны, проживающими в тех или иных странах, где он бывает. И вот в связи с этим, ну, я знаю, что вас связывают и партнерские отношения с партией социалистов. Вот что планируется, может быть, или во всяком случае видеться в качестве будущих шагов, будущих, ну, не знаю, каких-то действий для того, чтобы наша дружба, дружба молдавского и белорусского народа укреплялась, ну, на основе и, ну, добрососедских отношений, на основе какого-то общего будущего в грядущих экономических, политических союзах. Вот как вам это видится? Ну, во-первых, мы с партией социалистов Республики Молдова решили создать совместную группу и депутатов, и активистов партии, которые будут работать на продвижение определенных проектов. Потому что чисто партийные, это узкие мероприятия, которые не вовлекают граждан и которые не всегда так привлекательные, это к тому же, как, допустим, я уже оговорился, вернее, оговорил о том, что сидя в столице, ты понимаешь, что там творится. Планируется проведение на территории Республики Белоруссия, на территории Республики Молдова, дней Белоруссии и дней Молдовы, также ярмарки. И, допустим, у вас есть такой праздник, как праздник вина. Есть такой. Есть. У нас такого нету. И сейчас, если у нас получится довести до президентов, до правительства такую востребованность того, чтобы, допустим, почему не провести такой праздник? Молдавского вина в Белоруссии. В Белоруссии. Люди, во-первых, лично пообщаются, не по телевизору, не в каких-то официальных форумах. У нас, например, очень давно проводятся ярмарки индийские. Они настолько привыкли, что они чуть ли не каждый месяц приезжают, и у них право есть. Они выставляют свои товары, народные умельцы. И к концу, когда уезжают, они ничего не возят. Все продают там за полцены, за треть цены. И там уже дружбы, личные контакты среди людей, которые постоянно посещают. Но это индусы, это не совсем близкие нам люди. А я вот приехал в Кишинев, я приехал, ну, как домой. Я не ощущаю разницы между Минском и Кишиневом. Люди такие же, все такое же. Мы понимаем друг друга прекрасно. Если мы будем такие мероприятия проводить, допустим, там, наши дни в Республике Белоруссии здесь будут, наши будут ярмарки здесь. То есть простые люди будут общаться, и им тогда, ты выключай телевизор, не выключай Россию 24 или Беларусь 24, люди между собой общаются, и им это уже вторично. Они общались, общаются и будут общаться. И будут создавать совместные предприятия, и будут ездить друг к другу в гости. Потому что, ну, что ты не говори, поедешь в Европу, поедешь в Штаты, мы там не нужны. Да, день, два, неделю хорошо. А так у нас менталитет разный. Они, честно говоря, высокомерно нас считают людьми там второго, третьего, пятого сорта. Ну, может, в лицо этого и не скажут, но мы им нужны как придатки для того, чтобы они так же жили хорошо и сытно, как они жили до этого. Но давайте не будем делать им хорошо, давайте про себя подумаем. Василий Васильевич, спасибо большое за этот разговор. Ну, Беларусь для Молдовы – это страна очень знакома и близка. Мы любим ездить на ваших троллейбусах, мы любим работать на ваших тракторах. Они у нас не просто гости на наших полях, хозяева наших полей трактора Беларуси. И, конечно же, нас это связывает. Мы чувствуем это родство, чувствуем потенциал Беларуси, который способен во многом помочь нашим аграриям, и не только городским жителям, и теми транспортными средствами, технологиями. Мы, конечно, готовы развивать это взаимовыгодное сотрудничество, готовы делиться и тем, что мы умеем делать, и хотим, чтобы эти двери всегда были открыты. Я надеюсь, вы это услышите и на торжественном собрании, посвященном 20-летию партии социалистов Республики Молдова, и во всех беседах, которые пройдут и в кулуарах этой встречи, да и, наверное, всегда, когда будете приезжать к нам в Молдову и будете гостем нашей студии. Я думаю, что вас в нашем эфире рады видеть и ваши соотечественники, проживающие в Республике Молдово. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии «Труда и справедливости Республики Беларусь». Следите за эфирами, будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин